По-моему, мы в эфире. Бумс! Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, песня 21. Снова в интернете. Как говорили бы, в эфире. В интернете. Очень ждём, что сейчас появятся ваши обозначения, что вы с нами в эфире, что вы смотрите, что вы готовы слушать. И что? Лето прошло. Так, Александр Лановой. Ну, мы знаем, кто это такой. Да, Егина тут как тут. Андрей? Ну, сейчас Лена будет наблюдать. Андрей увидит, да, и лайки пошли. Хорошо, значит, мы уже как минимум четвером, пятером. А может и больше. Можно начинать. Можно начинать, да. Собственно говоря, не виделись мы целое лето. Так получилось. Ну, зачем вещать и отрывать вас от грядок, от путешествий. Ксения Сергеевна, Сергей Александров, Алена Крымова, Людмила Токарева, Вера Якименкова присоединились. Это ВКонтакте у нас. Круто. Николай Амелешкин. Елена, привет. Привет, Николай. А в интернете, в этом, в фейсбуке. В фейсбуке немножко тормозит. И чук там, Андрей Заславский. Сейчас, ну, тут мне далеко. Не видно, но мы все равно всем прочитаем. Вы обязательно, если вам хорошо видно и слышно, поставьте десяточку. Да. Или вообще какое-нибудь обозначение чуть напиши. Карина появилась. Да, я видел Карину. Карина, привет. Это боевой... На боевом посту человек с Немцова моста. Да. Которая защищает честь, скажем так, той территории, которая сегодня именуется Российской Федерацией. Вещаем мы с территории, которая исторически называется Ингерманландия. Если бы мы были какими-то Соединенными Штатами Российской Федерации, то штат, в котором мы находимся, носил бы звание не позорная Ленинградская область, а Ингерманландия. Людмила Тукарева пишет, что сказал, никому неизвестно. Чего? Не знаю, я не поняла. Людмила, что неизвестно? Ну, не очень понятно. Людмила, уточните. Если я не отвечу в прямом эфире, то, может быть, отвечу уже потом, когда буду читать ваши записи. Да, вот, Карина видно. Карина, спасибо, привет пишет. Привет, да, видно. Илья Плутарх смотрит. Илья, отлично. Это у нас одесский. Поэт наш одесский. Да, наш летописец одесский. Отлично. Ирина Суховская, Татьяна Рюбяшева, Андрей Зиновьев, Максим Калиниченко. Вконтакте я это смотрю. Ну, что, друзья, стартуем. Ирия Воеводин и Карина. Пусть соединились. Мы стартуем. Значит, что случилось этим летом? И этим летом я умудрился потусить в Турции с хорошей компанией на двух яхтах. Это был тур «Летучий голландец». Об этом отдельно можно рассказывать. Я об этом в интернете написал. Можете посмотреть. Еще я умудрился сходить на Эльбрус с подачи, скажем так, с подачи, с подачи шажковой Татьяны, которая организовала всю эту историю. И с помощью снаряжения. Именно, значит, фирма снаряжения мне подарила такие ботинки, которые мне помогли взобраться на высоту 5642 метра. И оттуда снять кусок вершины. И этот кусок вершины будет 20 октября. 20 октября. Вот буквально. Очень близко. И каждый сможет из вас прикоснуться к вершине Эльбруса. Потому что он сейчас находится... Татьяна Шашкова смотрит. Да, смотрит, Антоник. Молодец. Молодец. Вот этот к этому... К вершине Эльбруса, который сейчас живет в Санкт-Петербурге, можно будет прикоснуться, загадать желание и потанцевать, и попеть. А пока я представляю эту самую песню, которую, да, спонсировала группа снаряжения. Именно в ее ботинках и поднес на эту высоту. Так. Песня называется... А как она называется? Только она называется Эльбрус. Эльбрус. Да. Для тех, кто не знает. Мало... Ну, не обращал внимания, что... Гора Эльбрус. Она, во-первых... Она гора. Не он гора. Не по-русски. Он гора. Хорошая гора, да? А типа она гора. Во-первых, она по смыслу она. А во-вторых, она визуально она. Потому что у нее две вершины. Как будто это как бы... Вот женщина уснула. Ну, и так... Отдыхает. Почивает. И пока она почивает, у нас есть шанс. Забраться. И вот такая песня у меня проделась. Если вы готовы поднимать, то поднимайте. Когда Бог делал женщину, на Эльбрус он глядел. На Эльбрус он глядел. На Эльбрус он глядел. И копию уменьшил я. На Эльбрус он глядел. Сделать захотел, старался и бы хотел. Эльбрус, конечно, женщина. Вершины — это грудь. Бесспорно, это грудь. Конечно, это грудь. Об этом деревенщина. Ты помни, не забудь. Не будь, не как-нибудь. Если будешь вежлив ты, и если ты не трус. Вот если ты не трус, не дурень и не трус. Подружишься ты с женщиной. Я в том тебе клянусь по имени Эльбрус. И тут тебе откроется такая красота. Такая красота. И синь, и высота. Что больше не захочется ловиться никогда В большие города. Вершины белоснежные, ты помни, не забудь. Ты помни, не забудь. Ты помни, не забудь. Эльбрус, конечно, женщина. Не вздумай обмануть. Шагай и счастлив будь. Пусть добрый будет путь. Вот такую песню, друзья, подарила мне лето 2019 года. И, естественно, я тут же, как только это лето закончилось, как только вы вернулись отпусков, решил с вами этой песней поделиться. Теперь можете петь у костра, не у костра. Учить текст. И даже, может быть, придумать свои варианты. Я, автор, не обидится. Главное, есть толчок. Такой вот. Вот. Всё полное описание путешествий к Эльбрусу существует в интернете. И если вы его не нашли, то, Лен, давай мы просто Дим в комментах забросим ссылку, где... В чём фишка ещё была? Со снаряжением была. Мне нельзя было не подняться на Эльбрус, потому что я пообещал Диме Валую, тому, кто руководит... Главному по снаряжению. Главному по снаряжению, да. У нас в Санкт-Петербурге, по Индерман-Ландии, что я не просто поднимусь на Эльбрус, а там ещё спою песню. Какую песню? Я не знал. Эта песня рождалась по мере восхождения на эту прекрасную гору. Что ещё хорошее? Я там немножко потерял весу. Стал немножко стройнее. Чего и вам желаю, если вы надумаете, сходить в город. Вот вроде бы и всё. Нет, не всё. Я ещё забыл поздравить с днём рождения. Галину Штокну. Она живёт в Германии и наверняка смотрит со всей династии Штокну нашу передачу. Если у кого-то... А, ещё сложился день рождения. У Вишневского, да, вичей был день рождения. У Марины Капуры был позавчера. 15-го. Вчера? Вчера. У Марины Капуры, она жил с вами на одной улице, как я мог бы не поздравить. Понимаешь? Поздравил. Вот. А мне так порадовалось. Мы вместе всех порадовались. И всех, кого я не поздравил, я поздравляю и желаю, чтобы всё было у вас хорошо, гармонично, вкусно и нормально. И, ещё раз напоминаю, приходите 20-го октября на Пушкинскую 9. Будем прикасаться к вершине Эльбруса. И петь песни. Петь песни. Танцевать. Танцевать. И... Всё такое. И кое-что ещё, о чём я сейчас не скажу. Сюрприз будет, друзья. Будет сюрприз для каждого. Сергей Елгазин, Ирина Беляева, Людмила Токарева, Святислава Маклакова. Александр Афонин. Все родные. Пару человек писали, что звука нет, но потом вроде он появился ВКонтакте. Ага. Ну, ребята, в записи будет, посмотрите. Если это будет брак, то наш... Наши всё. Елена Пинчук просто-напросто возьмёт и запустит нормальную запись с кадром. Людмила Барашкова. Барашкова, привет. Алла Рустина, Екатерина Морская, Любовь Артюхова, Артём Михайлов, Людмила Токарева пишет. Новицкий и без звука хорош. Спасибо. Спасибо. Дмитрий Козлочков, Андрей Коновалов, Сергей Сурин, Александра Садовская, Вера Якименкова, Николай Амелешкин. Спасибо за поздравления. Сергей Амелешкин. Сюрприз. Это хорошо. Надо идти. Надо идти. Николай Амелешкин. У меня 22 сентября и у Славы Балясникова 26 сентября. От него огромный привет. Да. Балясникова поздравляли, по-моему, да? Да. Андрей Белов присоединился, я считаю, бегло. Виктор Новицкий привет из Италии пишет. Приятно, да. Илья Блутарк пишет, хочется послушать, если есть новый диск Михаила. Прошлый мы лично уже в Одессе приобрели. Геннадий Михайлов это у нас в США присоединился. Таня Шашкова. Миша, горжусь тобой пишет. Помню, как ты пел на вершине. Вот. А я уже не помню. Ну, всех мне не видно там, кто в Фейсбуке, потому что не все показывают, что он не... Но вы оставьте свои плюсики, свои там... Комментики. Какие-нибудь комментики, да? Если даже вас поставите одну гуковку. И Михаил вам всем ответит. Если кого-то не заметил. Я еще полайкаю. Да. Ну, собственно, все. Расставаться с вами не хочется, мы прям чувствуем, как сейчас мы все вместе сидим в разных точках планеты Земля. Давайте, друзья, договоримся, будем ее беречь. Там эта Грета, да, выступала в интернете и вызывает разные реакции. Но я вам скажу, ребята, и те, кто за Грету, и те, кто против Греты, да, вот. Те, кто верит ей, и те, кто ей не верит. Если зеленые бьют в колокола, любые зеленые, ребята, надо тысячу раз перепроверить. Мы уже в 62-м году были на таком рубеже, когда мог быть конец света. давайте будем проверять. Нас чудо спасло. Давайте будем проверять все, что не поленимся. Не поленимся. У нас есть все технологии, чтобы оставить что-то нашим потомкам. Все, всех обнимаю. До встречи 20 октября. Ну и не только. Пока. Пока. Пока.